Здравствуйте. На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Еще одно особо охраняемое место в Карине – Западная Армения. Суд Азербайджана приговорил двух военнопленных армян к 4 годам и 12 военнопленных к 6 месяцам тюремного заключения. По словам Армана Татуяна, заключение армянских военнопленных – наказание, запрещенное международным правом. 3 июля 1992 года погиб герой арцавской освободителей войны Душман Вартан Цепанян. Мы любой ценой вернем в Западную Армению Тигран Арзагантиян. В Азербайджане продолжают варварски уничтожать армянские могилы. Мероприятия, посвященные столетию Арнова-Баджениана, запланированы на площадях и парках Еревана. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Территория между ущельями Хнос была зарегистрирована как особо охраняемая территория Управлением культуры и туризма Западной Армении и провинции Карс. В рамках проекта экологических научных исследований, реализуемого Министерством охраны природы и градостроительства, территория площадью 5245 гектар, официально расположенная в границах провинции Карин-Ханус, была объявлена особо охраняемой территорией. На особо охраняемых территориях Карин есть природные красоты, такие как озеро Палкаль, пещера села Елдыская, Большой и Малый Джармуки, озеро Тортун и водопад. Дорогие соотечественники, мы как граждане Республики Западной Армении заслужили право увидеть эти прекрасные места. Так что если у вас есть возможность, обязательно рекомендуем посетить все регионы Западной Армении, родины наших предков. Азербайджанский суд завершил судебный процесс над 14 армянскими военнопленными по ложным обвинениям. Как сообщает Армен Пресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, при возбуждении уголовного дела против 14 армянских военнопленных в Бакинском суде по тяжким преступлениям, прокурор потребовал приговорить двоих обвиняемых к двум годам лишения свободы. Бакинский суд приговорил Герама Серопиана и Грача Авакяна к четырем годам лишения свободы, остальные к шести месяцам. Остальные обвинения сняты с них. Первоначально им было предъявлено обвинение в терроризме и саботаже, хранении оружия и незаконном пересечении границы и других статьях. Азербайджан продолжает не выполнять план 2020 года. Договоренности о трехстороннем заявлении от 9 ноября, в частности о возвращении пленных. Западная Армения осуждает очередной несправедливый и провокационный шаг к Баку. Хотим еще раз обратить внимание цивилизованных стран на это антиармянское и антигуманное явление. Заключения армянских пленных в Азербайджане полностью безосновательны, являются искусственным результатом искусственного процесса, заявил защитник прав человека Арман Татоян. И подчеркнул, что их заключение и наказание запрещено международным правом. По его словам, каждый суд, организованный властями Азербайджана, будет сопровождаться публикациями, нарушающими человеческое достоинство и права человека в азербайджанских СМИ, что проводится в особой организованной форме. Понятно, что эти испытания – завеса для внешнего мира, для того, чтобы Азербайджан имел оправдание невыпуску заключенных и в процессе достигал как можно большей военно-политической выгоды, сказал Арман Татоян, добавив, что эта ситуация грубо нарушает международные требования в области прав человека. Фартхан Степанян родился 9 марта 1966 года в Ереване. С 73 по 83 года учился в школе номер 32 имени Ованеса Туваняна города Еревана. В 1983 году он обратился в военный комиссариат с просьбой отправить его в Афганистан в качестве десантника. В 1984 году он уехал в Афганистан служить и воевать. В 1986 году вернулся из Афганистана героем. Именно в этом же году поступил на юридический факультет Ереванского государственного университета. В 1988 году он возглавил группу добровольцев, которые служили в Афганистане и участвовали в обороне приграничных районов в Армении и боях самообороны в Арцахе. Фартхан уехал в Арцах. Впервые в качестве боевого тренера в 1988 году он был одним из основателей первой армии Арцаха. С 1989 по 1992 года участвовал в боях самообороны Иджевана, Ноемберяна, Арарата, Вартыниса, Кориса, Шурнуха, Шоумянского района, Кыргжана, Хатрута, Ходжалу, Лесно, Маликбеклу. Во время освобождения Шуши и Лачино он был командиром одного из отрядов. После многих победных сражений 3 июля 1992 года у села Миришен Мартунинского района Арцаха его замучили вместе со своими соратниками Эро Арменом, один из лучших сыновей армянского народа Душман Вартан Еретян и Араик Аравакян. Орден Боевой Крест первой степени, медаль за освобождение Шуши были получены им посмертно. Похоронен Яраблури. «Ах, благословлен тот человек, который вернет гору Масис домой», – сказал однажды Вартан Степанян. В эфире Азатутюн ТВ Тигран Арзагантьян ответил на вопрос Розы Качетси. Считает ли он реалистичной идею Западной Армении и готов ли за нее бороться с людьми, которые будут работать в этом направлении? Они несут эту идею и работать в этом направлении в том числе. И Арцах, и Западная Армения в их планах. В этом вопросе нет ничего невозможного. Давайте вспомним, как Азербайджан возник как государство в 1918 году, когда он еще не был государством. Мы должны становиться сильнее, объединяться и объединяться с умной армянской молодежью мира и развиваться в различных сферах. Наследие Кавказа подтверждает факт разрушения армянского кладбища в Шахнахе, о котором ранее сообщала Арцах Monument Watch. Как сообщает Арцах Monument Watch, армянское кладбище было основано в середине 18 века и использовалось до сеней войны 2020 года, когда село было эвакуировано. На спутниковых снимках видно, что разрушения произошли с 12 апреля по 18 июня. Это второе историческое кладбище, которое было разрушено вдоль недавно построенной дороги Физули-Шуши, после кладбища Метстар-Эртаглар. Наследие Кавказа призывает власти Азербайджана прекратить разрушение кладбищ. Западная Армения решительно осуждает это проявление государственного вандализма и призывает международные организации должным образом оценить антигуманную политику Азербайджана. В рамках юбилейных мероприятий, посвященных столетию великого композитора, пианиста, педагога, народного артиста Советского Союза и АССР Нарно Бабаджаниана, Государственный филармонический оркестр Армении выступит в Ереване под эгидой Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения. Концерты состоятся с 3 по 9 июля. Как сообщает Армен Пресс, в рамках проекта Государственный филармонический оркестр Армении организуют 6 концертов под открытым небом в ряде скверов и парков столицы. На концертах будут представлены произведения Арно Бабаджаняны. Мероприятия пройдут в административном районе Кентрон у памятника Арно Бабаджаняну, в парке имени Татула Карпеяна в административном районе Нор-Норк, на площади Горигины Нэшде в административном районе Шангавит, в районе озера Вартавар в административном районе Эребуни. Дорогие соотечественники, государственное телевидение Западной Армении продолжает информировать вас о политических, социальных и культурных событиях, происходящих на нашей родине и за её пределами. А также регулярно представляет и освещает богатую культуру нашей тысячелетней истории. Где ещё можно получить такую богатую информацию о Западной Армении, как не с нашего телевидения и с сайта? Итак, давайте все вместе обеспечим постоянное эфирное время и долгую жизнь телевидения Западной Армении. Нам нужна ваша поддержка и единство всех нас. Вместе мы можем сделать больше. А далее для вас музыкальная группа Ганзасар Андряник. Ганзасар Андряник Ганзасар Андряник Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала. Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего.